Пришедшие на праздник люди возмущены. По их словам, установка забора – крайне унизительная мера. И своеобразный плевок в лицо тем, кто пришёл в центр Кишинёва с искренним желанием чествовать независимость своего государства. Мы пешком прошли по улице Йорга, и здесь нам сказали, что нельзя пройти. Так куда нам пройти, чтобы посмотреть на парад? Нам не объяснили, что здесь нет прохода, и что вход только с Пушкиным. Меня попросили пройти по этой стороне, потому что там нельзя. Сколько времени это заняло у вас? Где-то полчаса. Центр перекрыт, я пошла по Букурешть, чуть ниже. Этот забор надо убрать, потому что для меня этот забор – унижение. Несмотря на сегодняшний праздник, один из встреченных нашей съёмочной группой мужчина решил не сдерживать эмоции и высказать всё, что у него накипело. Очень плохо. 30 лет мы идём назад. Какая у нас независимость? Какой суверенитет и независимость, когда мы всё более и более зависимы? Мы более зависимы, чем когда-либо. И мы ещё говорим о независимости? Если нам сегодня не дадут 100 миллионов, всё, страна обанкротится. Мне уже кажется, что мы в 90-е были более независимы, чем сейчас. Мы любим Молдову, но она теперь страна диаспоры. И так мы её теперь можем называть, потому что только они хорошие люди. До чего мы дошли сегодня? Сидят там несколько человек, которые ничего не смогут сделать без населения, а население… С опозданием более чем на два часа парад, посвящённый 30-летию независимости Республики Молдова, начался. И военные национальные армии промаршировали перед руководством страны и перед населением, наблюдавшим за действием и за забором. Для нас важно посмотреть, что здесь будет. Интересно, как пройдёт мероприятие. Насколько интересным оно будет? Поздравляю с 30-летием независимости. И чтобы Молдавия стала реально независимой, чтобы её не давили со всех сторон, чтобы люди чувствовали себя свободными и могли оставаться здесь жить и иметь где работать. Людей, пришедших на главную площадь страны, чтобы посмотреть военный парад, проверяли металлодетекторами и проверяли их сумки. Около пяти тысяч сотрудников полиции обеспечивают общественный порядок на праздники.